добрый вечер друзья день сегодня самого утра чё-то не задался чего не сдался не знаю но проснулся я и узнал что светлана поставила ивент создала ивент на ютюбе и в 11.30 значит она будет вещать назначила тему там какую-то тему и у нас дома есть ну два стационарных компьютера один у меня в офисе другой свет еще у меня есть лэптоп у света есть там парочка лэптопов как-то в общем я лэптопом больше на даче пользуюсь честно сказать но бывает иногда и дома тоже надо что-то такое поделать на двух компьютерах сразу но на моем компьютере на стационарном ну как бы создана конфигурация для того чтобы делать обещание в youtube на свете нам ничего такого нету тут выясняется она собирается вещать со своего компьютера я думаю надо же вроде у меня там все ну хорошо значит надо установить на ее компьютер а там еще у нас еще вот это вот заставочка но которая сзади задник значит стоит у меня в офисе и так вроде бы там все сделано тут света год я хочу со своего компьютера давай перенесем ко мне в комнату а у нее там не то чтобы он так помещался как-то аккуратно и в общем и самое главное что но нет нет конфигурирована значит вот с утра проснулся значит надо там как-то вот заниматься конфигурации а там что-то не пошло а тут что-то не работает а там что-то такое не вмещается кончилось тем что значит вещала светлана с моего лэптопа который в этом у нее установили хотя она не хотела и мало того пока она вещала я там у себя в офисе смотри сидел и слушал ее то сказать вот как зритель зашел с другого аккаунту там у меня много разных вот зашел другого аккаунта и смотрел и все было совершенно изумительно с точки зрения звук там и разных других дел но народ жаловался что они не получают картинку нормальную что подгрузиться не могут что-то у них там не идет и так далее то есть я конечно понимаю что как бы к нам вот лично к нашим сеттингом там и возможностям это никак не относится поскольку если я вот вот я сидя в соседнем офисе получаю с ютюба нормальный стрим значит на ютюбе нормальный стрим есть то есть он с нас получил он дальше послал а уж чего люди не могут получить я даже не знаю почему так получается хотя я заметил что на лэптопе у нас качество изображения получше чем на стационарном не знаю почему так получается но действительно там может быть из-за этого но я нормально принимал короче интернет был сегодня странным таким по всему миру портка и вот с этой мыслью я и поехал на работу что-нибудь такое уже было ближе к 12 хотя так бы я может быть на час-полтора раньше попал ну ладно приезжаю на работу понедельник у меня можно сказать выходной день выходной он относительно потому что во первых у меня с шести до семи урок во-вторых у меня нет опойпантов официальных но так по существу значит набегает масса всяких там разговоров переговоров там еще что-то вот заскакивает люди на огонек ну нормально вроде и сначала что-то меня один там товарищ огорчил на интервью мы его послали его его задали там вопросик не ну вот я могу вам вопросик дать значит вопрос его задали вот есть там ну какой-то интерфейса в нем поле и написано search поиск поиск вот как ты будешь тестировать поиск значит и он там что-то такое сказал но то что он сказал относилась к тестированию этого поля текстового куда впечатывается вместо того чтобы вот эта функциональность которая за ним стоит но соответственно его не взяли нам выговорили на наш же там выпускник интервьюировал в общем испортил настроение немножко да ну не суть самые дела начались когда дошло до урока потому что это у меня третий урок соответственно когда я веду третий урок между третьим и четвертым вот между вечером понедельник и там но не шестью когда начнется урок во вторник а скажем четырьмя вечера во вторник за пару часов до значит мы уже хотим чтобы народ денежку заплатил те кто остается в онлайн классе мы там их перебрасываем в другую группу в скайпе там ну какие-то орг моменты есть которые нужно решать поэтому вот этот третий урок он как бы такой существенный то есть мы мы должны понять что мы делаем вместе и нас конечно группа разрослась вот там сейчас 122 человека было это после того как парочка ушли да и до этого они там как-то уже поняли кто-то после второго урока после первого урока был чек который сказал что слишком сложно там может после второго парочка в общем короче осталось их там 122 человека что тоже довольно много и в общем вот такое дело и пошел я можно сказать в линию интеллигентный разговор вести как раз мы начали с разбора вот этого случая с полем поиска и так мы так немножко погенерили но за вот те полчаса что шел разговор об этом и о том наверно раз четыре или пять у меня значит network то он пропадал то он ослабевал в моем этом софтвере где вебинары делаю называется go to вебинар там все время значит возникал то возникнет то исчезнет такой поп-ап такой месседж балунчик такой и он говорит что мол есть коннекшен нет коннекшен вернули коннекшен если через пять минут не будет прервем вебинар и общем как бы сказать чего вдруг понимаете и естественно это не у меня на компьютере это во всем офисе такое и и случилось это не вообще в течение дня а вот именно в тот момент когда мне надо урок вести эти вот и у нас как раз сейчас два админа там находится один который завершает свою так сказать задачу в нашем коллективе а другой как раз у него перенимает я рассказывал там молодой человек берег его зовут и вот значит там оба они были и что-то такое пытались сделать но в общем я думаю что это может быть за пределами нашего офиса я надеюсь потому что такого еще никогда не было вот представьте себе что я двадцатый раз виду значит каждый курс там 40 занятий но там 19 по 40 да там нет не 20 по 40 а 19 по 40 значит там 760 раз вели там и ничего такого никогда не было а тут на тебе как черномырдин когда-то говорил там я заменита одна из его знаменитых фраз он говорил такого отродясь не было и тут опять значит вот такая вот фигня приключилась и тут еще светлана у меня простудила тут между тем как я ее оставил дома и тем как я сейчас возвращаюсь уже с лекарством в кармане значит что я заехал в аптеку и прикупил в общем вот такая фигня а мы тут рассуждаем про знаки судьбы понимаете где знак а где просто преодоление естественных препятствий вот интернет не работал с утра у одних у других этот самый на трансляция в youtube не шла еще что-то вот я думаю что то тут происходит такое вот вам друзья и случай из жизни который заставляет задуматься еще я хочу сказать что у меня накопилась громадная пачка грин карты которые никто не забирает значит одна грин карта у меня лежит с июня 2014 года 14 скоро два года как лежит грин карты и social security я думаю может их уже ну продавать они не могу это незаконно а так может быть подарить кому-то если вот кому-то реально нужна грин карта вот я думаю может быть как-то конкурс даже провести на чужую но но не знаю что делать в общем короче такая вот фигня а тут еще на днях пришла большая пачка грин карт одна там семья их сразу пятеро вот там где 5 грин карт в одной в одной упаковке а в смысле 5 конвертов но сразу пришли а дальше какие-то два китайца я думаю но такие настоящие китайцы но вот без всяких скидок именно китайские я думаю что же за фигня такая что уже китайцы у нас у нас вроде не было никогда но там у нас бывают из республик средней азии там но это не китайские имена тоже я же отличаю за столько лет и думаю два китайца и так уже на неделе две они у нас лежат а тут я начал так их перед перекладывать поскольку ребята позвонили где там наши пять мы говорим есть и стал смотреть на остальные и вдруг я понял что адрес который там стоит вовсе не наш он тоже полосал тос но не наш и значит просто они доставили не по тому адресу видимо на весь лос-алтос мы в основном получаем все грин карты у нас их много и почтальон просто подумал у кого увидел такой конвертик специфичный с красным таким ободком и решил что все нам и вот нам теперь все грин карты сносится всего города лос-алтос почтальоны такая вот интересная вещь но я попросил анастасию наши офис менеджера она их там вынесла с надписью неправильный адрес хотя бы у меня будет два конверта меньше люди заходят и говорят что вот что это я говорю вот грин карты а что будет у вас их так много я говорю я как агент федерального правительства значит вот вручаю грин карты такая вот интересная особенность нашего офиса еще интересный был момент позвонила женщина какая-то в офис играет я вот грин карту вот вам не приходила на такую-то и такую-то и анастасия которая трубку взяла значит она по имени как бы так поняла что это явно не студент наш играет а ты кто женщина она горит я горит в нью-йорке живу вот недавно приехала и значится хочу свою грин карту чтобы вы мне ее прислали и и это от чего вдруг вы наш адрес то дали а готов я видела в ваших видео что вот вам присылают грин карты я подумала чего взяла там с веб-сайта школы наш адрес там по этой дала то есть давайте как такой вот неожиданный ход я повторюсь если там как-то это не было понятно что значит мы мы разрешаем на наш адрес грин карты получать но при одном очень важном условии что человек придет и сам их заберет вот если он сам не приходит и не забирает то это уже его проблемы поскольку мы мы не занимаемся пересылкой грин карты это ответственность какая-то большая и кроме того мы и мы не почтовый агент нам это нафиг не надо мы в принципе для студентов берем если там студенты он к нам там ну хорошо он пусть он будет не студент пусть он будет просто куда-то на местность приехал и сам забрал там от нас ничего не отвалится если она там на полости полежит но чтобы вот так пересылкой заниматься это уже слишком хлопотно не за деньги не не за бесплатно не не хотим и и предупреждаем но вот женщина такую инициативу проявила как же ее забрать я говорю ну но пусть она кого-то найдет кто заберет и ей перешлет я не знаю мы отдадим любому кто скажет что от нее вот так что я специально имени не называю что то есть не не умыкнул чужую грин карту а вот это вот которая с июня месяца 2014 года это тоже не просто так лежит человек у него был план какой-то вот мы говорим о том что люди грин карту выигрывают потом не едут у них там денег нет или там они чемодан бросают перед тем как сесть в самолет и возвращаются домой а тут другой случай вот он значит какие-то у него планы были он может быть к нам собирался договорились что к нам придет потом у него планы поменялись и он в страну может и въехал как-то так раз мы ее получили но где-то въехал в нью-йорке или там в сиэтле до нас не доехал какие-то у него планы тому и вернулся обратно говорит вот пришлите мне там куда-нибудь в рашу моей грин карты мы думаем чего человек это мудрит им и мы с ним договорились что кто-то придет кто-то придет их заберет и ему переправит это было наверное еще так тоже так типа год назад не может он передумал вот у него грин карта есть хотя такое длительное отсутствие даже я не знаю в общем ему это еще немножко и все может он где-то заказался дупликат я не знаю и social security и грин карты хотя проще было бы у нас забрать я не знаю там я подумал может он передумал может он там где-то лотерею выиграл или там бизнес какой-то начал я надеюсь что человек жив и здоров вот так что такие странные дела происходят друзья на нашей планете на сим я носим носим я с вами прощаюсь потому что приехал домой счастливо